Давуд Тауд, исламский пророк и праведник, через которого была не спаслана священная книга Забур, упомянут в Коране 16 раз. Отец пророка Сулеймана отождествляется с библейским царем Давидом. Биография. Пророк Давуд являлся потомком пророка Якуба через его сына Яхуда. После смерти пророка Мусы, Аллах посылал к израильтянам пророков для того, чтобы они призывали народ к следованию заповедям Таурата. Но со временем среди людей стала падать мораль. Они отошли от божественных законов и перестали слушать божьих посланников. В наказании за все преступления Бог направлял против них бедствия, в числе которых был Джалут, царь племени Амаликитян, который нанес израильтянам поражение и изгнал их из части своих земель. Против Джалута выступил первый царь Израиля, стал Тавлот, который собрал сильную армию. В походе против Амаликитян принял участие и пророк Давуд, который сразился с Джалутом и убил его на поле битвы. Забур, после смерти Талута, пророк Давуд стал вторым царем Израиля. Давуд правил на основании божественных законов и был справедливым царем. Он создал государство, которое включало Палестину, Сирию и часть Аравийского полуострова. Столицей его государства стал Иерусалим, в котором он начал строительство Иерусалимского храма, которое было завершено в период царствования его сына Сулеймана. Сделал Давуда своим пророком. Аллах послал ему священную книгу Забур, которая была написана в красивом стихотворном поэтическом стиле. Забур подтвердил истинность Таурата и призывал следовать ее заповедям. В нем содержатся наставления и этические предписания, но положения закона пророка Моисея не изменены. Забур являлся одним из четырех исламских священных писаний написанных в виде книги «Чудеса». Пророк Давуд много времени посвящал молитвам, часто постился и поэтому Аллах сделал Давуда не только царем и пророком, но и даровал ему способность совершать чудеса. Когда он пел своим прекрасным голосом стихи Забура, птицы слетались к нему и вместе с ним пели псалмы. Давуду подчинялись камни, горы, птицы, дикие животные. Он также мог без помощи огня лепить из обыкновенного железа любые вещи и формы.